МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дождались мы и третьего матча на восьмой финала из Лиля. Ох, надышит в этом зале сегодня и завтра за 8 поединков-то. Сборная Польши встречается с командой Испании. И для вас этот матч, как и предыдущий, комментирует Сергей Николаевич Елевич, Дмитрий Гораненко. На НТВ плюс баскетбол. Польша играла в группе с командой России. И переиграла наших баскетболистов. И, возможно, их место и занимает сейчас в этой компании. Солидный Эйджи Слоттер. Матеуш Панитко, Адам Башинский, который нам очень здорово насолил. Дамьян Кулик и Марцин Гортон. Вполне себе симпатичная пятерочка на самом деле. Слоттер, который год по разным очень сильным клубам в Европе играет. Испанцы вынуждены были выходить в этот раунд через противостояние с хозяевами Евробаскета немцами. Одними из четырех. И, в общем-то, одним очком они себе обеспечили выход в следующий этап. Это потому, что соперник Шрёдер промахнулся. Один из трех штрафных. Как минимум, мог бы быть овертайм. А там, как знать, испанцы не выше всяких похвал проводят этот турнир. Но они здесь. Они в числе 16 лучших. По Рибас, Серхио Льюль, Фернандо Санэмитерио, Николай Миротич и Поу Газоль. Лучший, абсолютно лучший игрок сборной Испании. Может быть, не всего чемпионата, но сборной Испании. Точно Газоль в порядке. И сказал, что отдаст всего себя для того, чтобы сборная пробилась на Олимпиаду. Вот это симпатичный очень день, ты знаешь, когда маленький мальчик. Мы уже говорим с тобой уже несколько вот этих эпизодов, когда видим в начале матча. Отдает арбитру мяч, которым будут играть. Газоль, 21 очка, 6 подборов. 21,6 очка, 8 подборов на турнире. 11,8 Мартин Гортет и 7,2 подбора. Конечно же, показатели скромнее. Но Польша сильна своими, даже запасными. В общем-то, ребята играют достаточно уверенно. И тренер у них, американец Майк Тейлор. Это тоже всегда усиление. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что все-таки испанцы еще не включили все обороты. Я могу однозначно тебе сказать. И мы сегодня с тобой видели даже по предыдущей игре, то, что команды все-таки начинают прибавлять уже где-то в середине. А сейчас, когда пойдут плей-оффы, то, естественно, многие игроки уже будут выглядеть совершенно иначе, чем они выглядели в начале. И мы с тобой, кстати, неоднократно об этом рассуждали, обсуждали эти моменты. Но посмотрим. Я еще раз говорю, что все равно это плей-оффы, игры плей-оффы, которые играются на выбывание. И мне кажется, что здесь любой может быть сюрприз, если чуть-чуть команда какая-то немножко будет играть по другим правилам. Поэтому я думаю, что здесь надо полностью отдаваться и концентрироваться. И мне кажется, что это одно из самых важных. Посмотрим. Вот по ходу турнира мы видим, что Фернандо Санэмитерио заслужил право в старте пятерки. Уже второй раз. Второй матч, по-моему, выходит он. Второй матч, нет, второй. А он начинал, в общем-то, порядка 5-7 минут игрового времени у него получалось. Там два разных игрока начинал в этой позиции. Поэтому там сначала Фернандо начинал, потом Родригес выходил. И потом Санэмитерио уже вышел в двух последних матчах. Но я считаю, он заслужил, потому что, в принципе, очень неплохо играет в защите. И все-таки вот такой игрок, который может забить это нельзя. Там и трехочковый у него пошли уже. Поляки выиграли спорный стартовый. Хороший, очень хороший, да, Саданил. Ну, я скажу, что вот здесь, вот в этой ситуации, Викторий Курик, да, Мирокище. Так он его задавил просто под кольцо. И нашел эту, как тебе сказать, позицию, которая позволила ему просто уже встать под кольцо. Ну, пытаются отдать сейчас газон, но никак не могут. Вот это уже опасно, да, когда... Не забивает. Ну, здесь Мирокище все-таки был посильнее. И, вы знаете, выбирает такую позицию, которая... Ну, наверное, это все-таки школа Инбата. Знаешь, вот я смотрю по ситуации. Но они не боятся вот этой борьбы. Идут, на нее привыкли, наверное, к этому, конечно, естественно. Газон высоко поднялся сейчас. Ну, сейчас надо было передавать ему, конечно, здесь. Держу в атаку, самимитарио, да, не попал. Ну, здесь двойка против одного. Контакты, Гортов забьет этот мяч против Сергея, не составил ему труда. Ну, ты знаешь, мне вот и Гортов очень нравится. Все-таки такой черновой, ты знаешь, игрок. Все делает и в защите, посмотрит, подчищает и активно играет, не дает. Накануне заявил, что если бы небольшой нос, то его карьерой стал бы бокс. Потому что в детстве очень отчаянно увлекался. Отец у него был боксером каким-то знаменитым. Но, он говорит, к моим носам, к сожалению, нельзя было продолжать. Ты не пишешь, виду, что точно сломает. Так у них и так сил ломают. Не попал сейчас средний Мартин Гортов. В турнире трехочковый процент, который сейчас испанцы реализовали. Испанцев 37, поляков всего 29. Один из самых худших показателей экстративов. По дальнобойщикам. И сразу раз, и все наладилось. Ну да, 3-4 уже все. Слота против Ливля. Здесь, во-первых, неправильно была атака. Надо было немножко потерпеть. Тем более, время было. Ну, Рибас в атаке. Посмотрим, что он будет предпринимать. Взял мяч в руки. Это уже надо было прилипать, конечно. Ильмиротиш спокойно обыгрывает здесь и Горта, и у всех, кто его там держал в этой ситуации. Горта. Ильмиротиш. 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 Взабьет продавливает. Просто игрока. Я скажу, что науалов это сейчас взял и я думаю, что надо брать тайм-аут. Принимать Слотер. Надо принимать решение уже или менять формулу. Здесь верная рука попал в Слотер, прервал рывок 10-0, испанская сборная. не стал атаковать ну получит заслуг час от газоны я здесь да здесь надо атаковать конечно же не задумаюсь мелочишь подбирает уже два мяча на чужом щите подобрал до отрываться надо от защитника 13-6 действительно включилась испания полном составе похожий в основном за защитник свои качества нету я тебе скажу что очень неплохо играет отдавали передачи но с нами литерию подобрал этот мяч и пойдет проход я срочек арчика прочитали да не дошла надо серфе юли забивает этот мяч спокойно смотр начинает атаку сборной польши через два заслона и год пытается получить но у газу он не дает вяжет его забивает в этой ситуации мы будем как заправский снайпер второй мяч рибос будет отдавать да мирочную я думаю будет стараться обыграть его не забывает потому что здесь позиция если рука не будет на мячом у защитника то ввести слоня на выход отдельного вынести мяч и атаковать она практически отсюда не попадают уже процентов 70 80 хороший сейчас рибос сделал рывок ускорение полу тоже читал эту передачу пробежался или за мячом за мячом пробежался дозу кстати извиниться перед нашими зрителями мы почему-то так замкнулись анонсировали вам уже завтрашний вторничный четверть финал в котором должны были за латвия встретиться с грецией нет ошиблись мы сейчас фиксируем слотова конечно на самом деле латвия будет встречаться скорее всего с францией который станция с победителем матча франция турция а вот интереснейший четверть финал состоится у греков с победителем вот этой пары которые скорее всего могут оказаться испанцы греция испания на этапе одной четвертой финала это же конечно хороший мяч забили и практически и загрузили до основания до двух очков до одной средней атаки 15-13 тачинский первый свой мяч забил в этом матче уже стали посильнее в защите играет и знаешь и пошли вот эти промахи сам и метери мы сейчас промазаны но с выгодной ситуации атаковал гор будет обыгрывать нет здесь тяжеловато смотрю я думаю будет обыгрывать а с миротичей персональное замечание ну это все второе поэтому так не очень грубо играют практически 21 по фаламу больше 1 испании 2 но поймал он люля в этой ситуации мы совершенно все правильно и справедливо сделал он что завис и четко шел на кольцо понимал откуда надо атаковать флотер заслон получает тоже пошел нет здесь горта да он испугался я думаю что вот мы видим уже и здесь вот здесь родригес вышел литера и цикла венда ротацию увеличивает скариола потеряли шоссе подобрал этот мяч и двое против одного надо но даже технически забьет этот мяч но еще с фолом чем-то недоволен скариола и у получили смотреть как оборонялся рибас как бы занял позицию и здесь это значит я не видел фола ну обошел забил причем здесь я понимаю тренера поиска сборной выгодно чтобы засчитали дали фол не удалось выйти вперед здесь газор подбирает этот мяч а счет 15 15 2 35 до окончания первой четверти газон атака забивает спокойно если не уходят с хорошей траектории правильный очень высоко поднимают руки тяжелого накрытия тем более не было даже защитника который бы мог помешать ему я думаю и защитник бы не помешал Гор ставит за Слону по-моему Гортад Слотер за средний отстаивает ну вот позиции ты ты знаешь но рука пожалуй Газоль да последний коснулся но понимаешь все таки вот этих игроков у них большой очень авторитет и поэтому ну и арбитры так на линзе 4 по-моему больше берет уверенно как хорошо да вы видите даже с таким сопротивлением и это седьмое очко Газоля ну не недаром является лидером не только по подборам но и по забитым очкам отстала опять немножко Польша Родригес 15 и принципиальное протостояние ответил Родригес сейчас хорошо выскочил Родригес назад Газоль с дальней дистанции ну не получишь полгазоль десятое очко и я скажу что явно сейчас лидер по набранным очкам он не боится брать инициативу но вот Слотер ушел в позицию неудобно было и по нитке не Слотер тут же атакует и попал три и висели на этом броске это знаешь здесь поспешно Родригес да немножко поспешил тем более можно было подождать ну последняя атака будет сейчас у сборной Польши я думаю торопиться они здесь не будут Слотер посмотрим про Рибус против него шарик и потеряли мяч и 4,2 остается до окончания первой четверти и мы пока видим счет 22-20 в пользу Испании ну как распорядятся сейчас с мячом испанцы посмотрим какое взаимодействие они сделают не стал с кариола брать тайм-аут я думаю ну и не стоит наверное здесь арбитр фиксирует персональные замечания ну мы сейчас при повторе посмотрим я думаю что не будут арбитры да нет конечно персональные замечания что-то ударил по рукам и возмущенную да валяки оспаривали именно то что бросок был или нет ну не люль то я тебе скажу как раз я атаковал я сто процентов тебе говорю и мы все это понимали он уже выпрыгел для атаки ну и свалили ну вот так на пустом месте можно сказать можно же было сделать просто фон персональные замечания и пораньше чуть-чуть и все ну три четырех это ну я тебе скажу что вот так как машина по добиванию очков клавер мы видим вышел он уже выходил прессинкует сейчас попробовал слотер но верхник расчитал ну скажу ты знаешь дим все таки по ситуации вот испания сейчас совершенно уже в другом ракурсе выглядит она очень неплохо сконцентрирована но поляки тоже играют и мы уже говорим о том что по подборам даже они выигрывают этот матч я имею ввиду в этой 10 минутке ну а мы посмотрим да вот а нет ты мне хотя и сказал что там где-то разница пять или шесть в подборе но нет показывать лучшие моменты которые демонстрируют индивидуальные игроки и мелочь очень хорошо сейчас взял на сниму и поймал игрока тоже очень хорошее взаимодействие которые показывают нам трудовой проход шарика ну здесь да город не успел даже поставить руку и горток тут с кем-то а нет трибаса мы видим он разговаривает а вот горток с кем он разговаривает газоль чем-то недоволен ну мы видим все вот эти эмоциональные лица ну и группа поддержки 11-6 по подбору так и есть но впереди Испания хотя бы ты мне говорил что Польша я что-то так удивился но у меня нет технического отчета это ты у меня сидишь на техническом отчете поэтому извини я раз я прослышал но да безоговорочные преимущества сборной Испании если по потерям скажи пожалуйста у нас две у испанцев одна у Польши ну это нормально да клавяк клавяк да но он не попал так завис ты знаешь как-то потерялся он когда ушел в МБА и я думал он немножко разыграется в Химках и давали ему такую возможность но не получилось вот школа центрового в Ганзаге ну хороший я тебе скажу уход на одной ноге в сторону и от щита да попал Родригес через заслон хороший провел матч вытащил большого Ривас здесь надо помогать да Чинский против клавяра клавяр активно сейчас играет Слотов скидка на периметр сел хорошая попытка и уже больше сравнивает счет двумя атаками всего Родригес через заслон идет ему Рейс поставил Рейс сейчас будет обыгрывать игрока резкое движение таким спровоцировал немножко персональное замечание и Гарновским Рейс хорошо лицом обыгрывает спину еще сильнее а лицом то он видит потому что он может атаковать нападение дали по-моему Клавер что ли это или Риваса Клавер Клавер да Клавер да толкал своего же партнера опасно сейчас хорошо да я скажу но Слотер попробует нет ты знаешь показал нам элементы Глобтропер будет обыгрывать будет обыгрывать хорошее я скажу что молодец техничный я скажу очень здорово сейчас два элемента показать которые можно записывать в учебник аляки впереди 27-25 ну тут уже можно пронос даже давать ну да высоковато посмотрим Родригес забивает да этот мяч и еще будет бонусный штрафной еще сравнял 27-27 как координируется ты знаешь собирается даже в полете Родригес засчитал этот мяч совершенно справедливо попадает да и выходит на Испанию на очко вперед активнее сейчас спонс играет газор мы видим еще еще через газор ты посмотри что он делает из рейса с газолем да может стать ключевым фактором не но не боится самое главное ты понимаешь ну чтобы американские парни из ведущих вузов боялись нет и людей поэтому все-таки они играют в немножко какая-то рубеж есть так хорошо и газоли даже обокрал здесь он такие ручищи да положат на мяч и все не забивает да даже не попал в кольцо может быть чуть-чуть испугался все-таки сквознячок из-под юбки но вот показывает нам не случайно но он говорит о том чтобы значительно быстрее все делали в и в и и в и в и в и в и в в и да очень хорошо работают на кольцо и идите продолжайте защищаться очень хорошо работают тренерские штабы и я смотрю советуются говорят и потом уже главный тренер выносит свое резюме что должны делать игроки в какой позиции как и вот сейчас Дмитрий совершенно справедливо сказал что надо идти на кольцо надо давить и не бояться Родригес Восьмиротиши уже в поле Санамитерио а Руди Фернандес мы так и не видели сегодня пока нет не видели травма и конфликт треск Газоль со средней это уже пока и делали это уже по-моему тоже 3 из 3 12 очко и практически стопроцентный результат не практически а стопроцентный а нет один раз накрыли его когда выбили мяч или это не считается атака просто потеря 30 29 6 27 до окончания второй четверти и мы видим такой матч который удержит напряжение и вас наверное уважаемые телезрители да и нас с Дмитрием Гороленко я уже заговорил здесь потеря у испанцев ответная там выбили здесь вау мячом ударил серфью Родригес да арбитр увидел совершенно справедливо здесь Газоль со спины не дотянулся просто так даже с руками Газоля до мячика который укрывает Корновский первое персональное замещение ты знаешь Дима просто неправильно посмотри неправильной ситуации надо было впереди выйти а Газоль здесь стоял сбоку ну что мне учить он сам все прекрасно понимает наверное тут я не прав эти игроки знают как защищаться украшение прошло ты не повезло сейчас не забил да Вачинский ну что ж побоевите выглядит даже сегодня сборной бельгии так то ли не ленилась Греция никак не могли зону разбить бельгийскую ну потом мы разобрались же ты понимаешь здесь что дадут пробежку дали ну тут да здесь ну еще раз а да ну ну здесь уже да отступал не трогал в принципе ноги немножко заплелись поэтому естественно где-то третье движение было ногой опять пытается обыграть и атака нет первая промах атака не точна и здесь сейчас мяч будет у сборной Испании с с мячом с практически не ротищу подобрать и газору слотер через заслон и атака здесь санамитерио будет организовать нет отдал назад и ай-яй-яй-яй-яй-яй да так попросил робко не спортивный флот для родригеса да нет здесь если бы он не настолько его опережал здесь никакого там не спортивного фала не было потери просто пытались компенсировать ее за счет вот этих прыжковых упражнений но не получилось и воды в бассейне не дмитрий вот тоже потеряли до ошибки пошли как чередой либо создался с газоли и опять не обещали тере но здесь уже по нитка забьет сверху конечно красиво здесь клавер потерял не мог поймать этот мяч и 30-31 ты знаешь так пока счет то ровно не можем отдать даже предпочтение кому-то из соперников не показывает хороший баскетбол еще раз газоли издали и вновь попал счет как агар конечно две трешки 15 очков газона три из трех очков он попадает как на тренировке смотрит будет обыгрывать не забил да и здесь клавер подобрал этот мяч и мы видим родриги сейчас с мячом хорошие черносливы еще бросить через славы и не надо через заслон просит он ману ротища кто-то не поставил здесь уже внизу отобрал опять дровосик мяч клавер клавер на последней секунде владения испанцев 36 31 чуть не потеряли со слотар отдавал передачу ну все-таки удалось поймать и потери все-таки произошла кому дали родригесу дали персональное замечание на игру на мой дарик по-моему родригесу но вот клавер да не поймал вот нам показывают ситуацию которую можно сказать завершил взятие кольца не скажу что ошибки клавер ну не поймал вот этот мяч как-то так на пустом месте а Добавил субтитры. 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 Наша сборная не попадет уже на олимпийские игры, то все, конечно, сборные спорят. Ну вот, кстати, нашел информацию, я не очень внимательный, я в частности, что Руди Фернандес сражался с проблемами со спиной на тренировке в пятницу. И Скариола сказал, что он на 20% своего потенциала, поэтому это плохо для нас. Поэтому, если очень сильно понадобится его помощь, то, может быть, мы сделаем все возможное. Но будем поддерживать его. Нет, Дим, зачем рисковать? Потому что я думаю, что все-таки в сборной Испании и так может выиграть, если она будет очень концентрирована. То есть здесь, естественно, надо очень отдаваться этой игре. Но мы видим Слотер с мячом, Толяки начинают эту атаку. И сравнивают счет, и счет 41-41. Я скажу, очень-очень симпатичная команда, очень здорово играет поляки. Сейчас в этом матче еще не включил свой периметр, которым угрожает с завидным постоянством на этом чемпионате, пока только два средних попал. Здесь газоль, рука на мяче и... И тут промазал, да. Потому что сейчас Гортут очень хорошо с ним играл и опекал, не дал пройти себя. Ой-ой-ой, классно, да. Да нет, хороший игрок, ты знаешь, очень хороший игрок. Самое главное берет инициативу, тогда, когда тяжеловато. И уберет ее. Вот и отличается. Чуть-чуть не перейдет. И Миротич не попадает. Ну, Слотер. И еще один датчик. Ой-ой, я здесь не забил стопроцентный мяч, да. Люль отдал Санаметерио и потеряли. Да, конечно. С одной стороны, хотят сыграть стремительно, красиво, быстрее, чтобы обострить. Ошибка за ошибкой, туда-сюда. Смотрите, какие потери. Мы уже говорили, что у сборной Испании 9 было ошибок, а у сборной Польши 3. Ну, сейчас уже где-то, наверное, так опять обоюдно было. Люль. Гортов с ним играет. Ну, надо меняться, потому что фалить уже надо будет. Не успел Слотер на эту передачу. Либо свой почти по нитке, почти достал этот мяч, но если это не достал, то Лью тебя забьет. Великолепный мяч забил с сопротивлением. Ну, двух очков идем на 43-43. Очень интересный матч, очень. Серхио Родрюгес, Серхио Рьюль, Сержио Скориола. Понятно, что наш приятель Сергей Стрижак болеет за испанскую сборную. А где Сергей играет? Не забивает. Здесь Сано Митерио подобрал этот мяч и понаблюдаем за развитием этой атаки. Да, отлично, отлично, помитка. Не выключаются ни в одном эпизоде. Достаточно, да, действительно прыгнуть рядом с игроком, который не ждет совершенно такой активности. Обычно на ногах встречают. Так, дай бог, руки поднимут. А здесь с прыжочком, ох. Не, ну, чувствуют, я еще раз говорю. Потом все-таки перехватить мяч, который дает Паул Газолю, он наверху практически стоит. Смена будет, тут двойной отбор будет, но успевает. Еще одна попытка, и нет, 4-4 не получается. Слотер не стал проходить, там уже практически все вернулись. Через заслону он удержится. И атака. Понитка аккуратненько, но не точно. Тут пытался Гортек помочь, но не подобрал этот мяч. Люль. Миротич активно очень играет сейчас, но не дают ему эту передачу. Пытался со спины Понитка выбить мяч. Третий фолли. Да, Нарибаси фолит. Но второй это нормально, да, потому что все-таки без Понитки-то очень тяжеловато будет. Он сейчас такой пока лидером является, особенно в критической ситуации, когда надо забить. Хорошая передача, да. Великолепный сейчас отдал. И ничего не оставалось, как Понитки надо было полить. И вот третий тут же, два подряд. Ну, ты знаешь, Миротич очень грамотно сыграл. Он не стал опускаться, а перевернулся. И сразу стал сотрудничать с Кольцом. Вот в этой ситуации надо было, наверное, одно из самых правильных решений надо было атаковать. Прожемыслов Замойский, партнер Понитки по клубу Зеленогора. Первый не забивает. Ну, посмотрим второй бросок. Да, точен. Линейный очко сборной Испании выходит вперед. А Слоттер начинает прессингует испанцы. Вот смотри. Миротич впереди. Тяжело его обыграть, потому что все-таки тоже с большим размахом рук он стоит. Гортот. И посмотрим. Рядом-то нет никого. Бросок и Гортот-то есть. Ох, какая передача отдал. И потерялись здесь. Ах, достался мяч. Слоттер издали. И не попадает. Здесь Санаметерио отдал передачу. Сейчас Рибусу. Рибус отдает Миротичу. И забивает мяч. Можно, как сказать, компенсировал себя за этот промах в штрафных бросках. Миротич попал. Слоттер. Через эту ситуацию посмотрим. Через заслон, да. Будет обыгрывать. Нет, но Рибусу не пройти. Он хорошо защищается. Мы помним этого игрока за Валенсию. А мы сейчас повторим нашим телезрителям, что он сейчас играет в Барселоне. Перешел в Барселону. Люль. Газовы не так просто отдать. Здесь не попадает. Немножко не сработал он. Мягко надо, более мягко бросать. Слоттер пытается и полобрать. Остался мяч у польской сборной. Ну, здесь достали они кольца, поэтому надо не торопиться. Время-то еще есть. Еще 7 секунд. Но уже надо готовить. Миротич против защиты играет. В тайных ногах хороших на размножечке прошел. Ой, красиво. 8 очков. Все. Разретью ребрасками проходили. Пока Вачинский. 47-46. Польша очков впереди. Процент 62-60 из трехсекундной зоны. Сам Метериев отдал хорошую передачу. И здесь перехват. Ну, здесь, я скажу, поляки молодцы. Я тоже аплодирую, ребят. Это хорошая защита. Это командная хорошая защита. Как сражались, как играли. Вот в этой показали просто проход. Вачинский. Ну, эти ушел. Я в Миротич, я и Газолю снес. Я в бабушке ушел. Я в дедушке ушел. Ну, от Лисы никто не уйдет. Пока две с половиной четверти ни в чем, ни в каких компонентах не уступают. Да нет. Мы еще с удовольствием смотрим этот матч и комментируем. Пробивать будет, да. Миротич здесь свалил. И Рыжик, ну, совершенно справедливый. Я не пойму, какая причина у Миротича здесь отспаривать этот момент. Слушай, Дим, да нет, я, пожалуй, не буду комментировать. Да, потому что, вы знаете, мы рядом находимся. Но когда показывают повтор, я вам скажу, что здесь я отдаю предпочтение все-таки, наверное, арбитр. Он тоже Рыжик стоял рядом. Не забивает первое. Это он не очень хороший момент для Рыжик. Рыжик тут при чем? Ну, знаешь, смысл того, что жухло. Слез того, что жухло. На том, что Вашинский атаковал, он ни в чем не виноват. Ну, забивает второй, значит, наполовину, наполовину не прав. Вот этот парень здорово сыграл в эпизоде. Несколько эпизодов против Горзуры. Получает против Ню Слоттера играет. Но здесь Гортот получает персональное замечание. И не давал он выйти здесь Газоли. Это совершенно... Вот Паркер, Батюм. Слушают музыку и смотрят матч. Филипп Рейс вышел. Мы видим два здесь места. И Люль не попадает, но здесь Филипп Рейс молодец здесь. В два больших звездных играет Испания сегодня. И, конечно, сложно очень сражаться здесь на подборе. Филипп Рейс хотел обострить против Фрибуса. Будет атаковать? Нет, не стал. Ну, есть время, да, здесь. Закрутить восьмерочку. Еще раз отгоняется Вашинский. И фолзу нападений дает поляк. Да, нет, ну, да. Да, ну, Дима, тут нет, я не соглашусь. Но он же двигается, понимаешь, ну и чего? Ну, здесь я считаю, это несправедливо. Если бы не было этого движения, тогда да. Но я не беру на себя ответственность от рассуждения в этом. Но это мое предположение, уважаемые телезрители. Рива с мячом. Хороший тридцать. Газур, да, здесь сравнивает счет. Да, Газур уже 17 очков. И подходит к своему рубежу. 21 очков. В среднем он забивает. Понитка назад отыграл Селл. Хорошая траектория. И подбор. Здорово вторым темпом. Женышлав Замойский. Замойский как концентрировано идут все на кольцо. Не боятся. Надо идти на кольцо, сказал тренер. И все идут. Здесь уже... Ну, вот это движение было лишним, резко. Все пробивается. Только пятые персональные замечания командные. Здесь показывают, как газур. Ну, спокойно. Тут уже на врывании. Сейчас он не центрит, а немножко применял форму своей атаки. Уходит и делает врывание. Там намного легче отдать. И у него есть время для маневров. Здесь может. Ну, мы видим. Родридис выходит. И он еще пока не показал свое мастерство, как играл он вчера. Очень продуктивно. Филиппера из первой очки своей набирает. Первые два очка в этом матче. Ну, сравнивает счет 50-50. Вот шанса сегодняшних команд на победу. 3-10, да, окончание третьего периода. И я скажу, что мы смотрим великолепную игру. Прессингует. Не перешел, говорит, еще не успел. Не, ну, здесь арбитр, да. Ну, наверное, он выдохнул, и поэтому попал свисток. А бывает у него такое. Осталось 2 секунды всего, да? На то, чтобы вывести полякам мяч. Да, тут одна передача. Я думаю, сейчас через одну передачу. И тут Слоттер спокойно получает. И не задумываясь. В зону защиту сейчас ушла команда Испании. Будет атаковать. Нет, не стал. И здесь уже надо подумывать об атаке. Атакует Селл. И не попадает здесь. И едва. В этой ситуации Газоль... Ну, никаких поспешных решений играть из поля Польши не принимает. Пытаются наверняка разыгрывать ситуацию. Газоль вот куда выталкивает Дальжегорта. Не дает ему Родригес. Вот смена здесь. Да, выталкивает. И четвертый фолл по нитке. За толчок спины по Газоля. Здесь Газоль хорошую позицию занял. Он игрок защиты. Посмотрите. Игрок защиты. Был впереди его. Когда мяч был у Родригеса. Он играл для того, чтобы он не получил. И когда пошла атака, то здесь как раз было преимущество на стороне Газоля. Потому что он в это время сразу заблокировал своего защитника. И оказался один из щитов. Клавер выходит вместо Рибуса. Но замены, наверное, вынуждены. Потому что надо, конечно, давать побольше игрокам. Сейчас уже отдыхать. Газоль точен. Это 18-е очко. Пять подборов и три передачи. И 19-е. Два очка. Разница. 52-50. Впереди сборная Испании. И атака здесь при прессинге сборной Испании. Но он не торопится, конечно. Здесь команда очень готова к этим прессингам. Здесь же очень важно для того, чтобы мы понимали, что торопиться нельзя. Надо через передачу все это делать. Попадает три. И больше впереди. 53-52. Замойский. Радридис. Люль отдал передачу. Газоль. Здесь уже Рыжик раздает фолы направо и налево. Третий фолы горд это. Но вот сейчас за две минуты до конца можно пустить обратно и в Карновске. Знаешь, Дим, я боюсь даже здесь что-то возразить, но горд тут очень хорошо играет против Газоля. Посмотри. Ну и вынужденные замены здесь. Это естественно. Тут и Слоттер уходит. Карновский тоже неплохо. Да, выходит. Ну, а бы и рода он. Газоль хорошо. Мы посмотрим, как. И Газоль не очень в этой ситуации расстроен. Но может сравнят счет. И второй. Ну, еще и Филипп Рейс сошел раньше времени с места, поэтому в любом случае перебить Газоль не дадут. Два промаха и Польша оставится в лидерах за минуту 48 до конца второй четверти. Это, конечно, не преимущество. Вот так. Ну, доходят, но вы же не торопятся. Но не торопятся, да. Здесь персональные замечания. Это второй командный фон. Минуты 37 до окончания третьей четверти. И мы с вами видим 52-53. Впереди сборная Польши. Газоль уходит. Газоль уходит. Да, надо оттаркнуть нужно, конечно. Пау Газоль. Миротич. Ну, это правильная замена, потому что я совершенно с тобой соглашусь здесь. Через заслон. Нет, отдает передачу. И здесь... Филипп Рейс уходит мяч, 7 секунд все остается. Хорошо, сейчас играл Филипп и не давал, играл за получение, не давал получить мяч. Ой-ой-ой-ой-ой, я еще, я аплодирую, я серьезно говорю. Это надо, конечно, сделать очень хорошее. Здесь не попадает и, ну, я думаю, торопиться не будет в сборной Польши. Очень дисциплинированно, очень аккуратно играет Польша. Здесь фалы. Персональный клавэр получает персональное замечание. И за минуту 0-2, или, если быть точнее, за 62 секунды мяч будет. Ой, какая передача. Ой, какая передача. Как он держал сейчас. Ну, Дим, как он держал на спине сейчас и рейсы, как он взор играл. Я серьезно тебе говорю. Это настолько грамотно было сделано. Рожинский. Средний решил бросить. Ну, и здесь остался мяч, ошибся Миротич. Мы пошли на подбор, ты понимаешь. Мяч не бояться, будет обыгрывать. В лицевую с отклонением в летаях мяч. Не попал второй бросок подряд, Маш. Меньше тридцати секунды. До окончания третьей четверти. Люль с мячом. Филипп Рей ставит заслон. Ну, посмотрим, как он будет проходить. Да, и здесь. Родригес с мячом. Будет атаковать. Нет, Люль. Очень тяжело. Клавер. Клавер не попадает и не попадает. Ну, и здесь. Миротич все-таки с третьего подвора, что с волной еще похожий. Добил этот мяч. 50. Я думаю, что уже счет должен быть чуть-чуть повыше. Раз, проиграли свой щит. Два, проиграли. Здесь очень здорово. Да, и главы этого всего не пускают к Миротичу. 54-55 впереди пока сборная Польша. Но Миротич будет пробивать с линии штрафных. Бонусный, штрафной. И 3,9 секунды до окончания третьей четверти. И Миротич попадает. Сравниваю еще. 4 секунды. Разогнаться-то, в принципе, можно. Ну, и опять немножко в молоко попадает. Он еще в щит повыше подняет тогда. Ну что, эту четверть поляки выигрывают. В любом случае сравнивают счет перед заключительным 10-минутным отрезком. Уже 30 минут на равных абсолютно в этом матче 1-8 финала поляки играют со сборной Испании. Дим, я даже могу тебе сказать, что, ну, ничем не отличается, знаешь, вот этот накал борьбы, когда, знаешь, от таких матчей, которые мы видели с тобой в финале или еще что-нибудь. Потому что все-таки здесь идет система полуэф, которая заставляет команду все-таки настолько концентрироваться, настолько отдаваться вот этой игре. Потому что здесь уже вылет все, другого выхода нет. Вот. И если кто-то думает, что он придет с двумя чемоданами и победит кого-то, я думаю, что напрасно. Надо сбрасывать первый чемодан, а потом и второй. Потому что здесь надо засуществить рука и работать. Ну и теперь уже, вот по истечении вот этих 30 минут, мы абсолютно точно можем сказать, что Польша не занимает здесь место России. Ну, по крайней мере, по этим матчам, ну, то есть по этому матчу я могу сказать, что она заслуженно заняла свое место для игры вплывов. Совершенно заслуженно, поверьте мне, уважаемые телезрители. И по игре, и по, вот, посмотрите, по желанию. Не надо никого заставлять. Мы должны все это делать сами. Совсем никаких проблем с нарушениями нет у испанцев. Я думаю, что никто из них не закончит эту игру досрочно. Вот. Он может по нитку потерять Польша, игрока набравшего 9 очков в этом матче. Мартин Гортон пока не очень результативен. У него 4,3 фола. Он играет в защиту очень здорово. Деньги согласились, что он не дает практически развернуться Газолю. Хотя тут забил уже 19 очков. Но с каким трудом все он это делает? Да, силы отнимает, конечно, тоже очень много. Люль. Миротич. Рейс. Пока Гортон еще пару-тройку минут можно поберечь. И почти потеря. Миротич один на дуги. В какой обидный был бы момент для Польши. Но вот здесь уже оставить мяч у себя. Переходят уже линию. Нет пока. Вот такого вот сейчас. Родригес стал активнее играть. Сейчас наступает момент, когда концентрация очень важна. В матче. Ну, он здесь промазал и задел, наверное, мяч. И вот тут от Родригеса с Миротичем. Да. Какая-то магия польской скамейки. Как будто оттуда прессинг идет. Может, Шаман сидит? Быстрее мяча хотел убежать о нападении Миротич. И подарил 24 секунды на своей половине площадки сопернику. Да, время есть. 12-я потеря испанцев. Против пяти всего ошибок. Отдает хорошую сейчас передачу, но не получилось. Дружи, надо атаковать. Третий промах подряд, а. Как начал хорошо. Люль. Ну, совершенно справедливый сейчас был фолл. Потому что Люль мог в этой ситуации организовать раннее нападение. Атаковал-то все правильно. Клавер подобрал. Ну, атаковал совершенно правильно. Клавер имеет высоченный прыжок. И подбирает мяч на высшей точке. Клавер. А Люль. Что ж, тут быстро они фоллит, но дают. И здесь ко мне дали фолл. Рей ставил заслон. И здесь ко мне дали фолл. Люль рвется к кольцу. Быстро набирает персональные замечания. Еще и двух минут не прошло уже три персональных замечания в сборной Польши. Да, концовка может стать тяжелой. За мой третий фолл. Люль схитрил как-а. Молодец, очень здорово. Ты знаешь, что он подсел. Да, без панетки. Не дает получать сейчас хорошо. Очень играет. Скучно играет в организации атаки. И в обострении тоже. Не попадает уже, да. Подустали. Сейчас Клавер очень здорово играл в защите. Если Реал прибавит сейчас в скорости в передачах, может порвать Польшу на этом этапе. Не Реал, а сборная Спании. А у меня в голове Реал. Потому что базовая команда и в основном игроки Реал все равно. Да, посмотри сейчас Филипп Рейс какой мяч хороший забил через передачу. Хорошо ему дали. Я думаю. Альба сейчас, находясь на сборе в Плайя-Даро, на месте своей команды. Завтра, кстати, играют в Жерон. И первый товарищеский матч на сборах у ГМК. И, конечно же, наблюдает все равно за этим поединком. Три минуты двадцать одну секунду молчит польское нападение. Да, пока мы не видим очков. Ну, я думаю, сейчас с выходом Слоттера, я думаю, что очки начнут. Он говорит о том, что в защите очень важно, чтобы мы все время играли на... Рука была на мяче, чтобы мы не давали... Ну, он повторил несколько раз о том, чтобы мы не давали, значит, чтобы игроки видели кольцо. Мы все время играли на мяч. Хорош сейчас передачу, мне очень он дал. Прессингуют испанцы, молодцы. Не боятся, будет атаковать мне Слоттер. И не попадает. Здесь уже Газоль вышел, подбирает этот мяч. И счет четыре очка впереди сборная Испании. Сборная Польши никак не может пока в этой четверти забить. Два больших наверху, через заслон, но не пускают. Здесь бомбят Пау Газоля. Не забивает, но убирает этот мяч, потому что маленький игрок. И здесь... Три очка. Отсеркер Дегаса, 62 до десятка. Слоттер. Через передачу первый заслон. Хорошая, но не прошла. И Клавер чуть-чуть не перехватил. Клавер дает персональное замечание. Оно все у Испании, но второе у Клавера. Кстати, Польша, вот имея после трех четверти пять потерь против сборной Испании, просто выше головы прыгает, потому что вторая команда с конца. Только у Бочни и Керцеговины больше. 14,8 потери в среднем за игру на команду. Так, против Испании дисциплина сегодня очень многое решает. Ну, опять концентрация, Дима. Концентрация, концентрация, концентрация. Это все игроки понимают о том, что с потерями ничего не выиграешь. Надо быть очень внимательным. Но-но-но-но-но-но. Слоттер. Нужна трешка. Персональное замечание. На периметре. Да нет, ну, арбитры не изменят свое решение. Я думаю, газет повышает третье персональное замечание. Да нет, по-моему, даже... Чуть-то... Да. Ну, уже отведенную руку, убегая за площадку, задел. Ну, это уж прям совсем придираться нужно. Ну, первый уже промахнулся. Второй Кулик попадает. Девять очков уже набрал Кулик. Десять. 62,57. Все еще отыгрываем. Пять очков. Всего две атаки. Ародриллис отдает Ридос. Ридос здесь. Филипп Рейс. Газоль. Будет отдать. Да, надо отдавать. И еще один персональное замечание. Потому что Рейс совершенно правильно выбирает позицию. Посмотрите. И сразу разворачивается для получения. Этот элемент, он задавливает игрока в зону. И потом начинает делать разворот. И в этой ситуации игрок все время оказывается за спиной. Очень удачно здесь получить, отдать передачу. И то, что сделали сейчас. Опять Шлипп Рейс здесь. Ну, не стал он уже здесь. И атака. Газоль. Четвертый трехочковый полгазоля. Это 22-ое очко. Превысил он свою норму. В среднем 21 забивает на этом форуме. Да, только за счет своего великого центрового. Испания, конечно. И ушел мяч от ноги. Тут мы видел Фернандес. Который еще не выходил. Но мы говорили о том, что там травма происходит. Какая-то у него то есть произошла. И поэтому. Родридис с мячом. Здесь газор. Куда выходит Клавер. И Родридис будет атаковать. Да, уже пора. Да, уже 7. Забил, забил. Да, очень хороший мяч забил. В рваном темпе своем знаменитом. 67-57. Уже 8 очков, ты знаешь, уже такой. И Слоттер атакует. Не попадает. И Клавер подбирает. Сразу же передача. Все пробивается. Все пробивается уже. 4-й фолгорд. Это немножко не выдержало до конца все-таки сборной Польши. Потому что, ну, Дим, скорее всего, все-таки в таком напряжении очень тяжело играть команде. И посмотрите, как они защищались. И где-то пружинка слабла. Не хватило эмоций. Здесь не только эмоции, но все-таки мастерство. Посмотри, сейчас переигрывают испанцы все-таки на всех позициях. Сейчас они в защите неплохо играют. И самое важное, что они забивают то, что нужно забить. 2 из 2. Клавер попадает. Прессингуют. Не боятся испанцы. Молодцы. Прессингуют и работают. 8 последних бросков Польши промахнулось с игры. Опять потеря. И да. Минч ушел, да. 5-19. И мы видим, что счет неумолимо растет в пользу сборной Испании. Или, как будет ли, скажет Реала Мадрид. Усиленного несколькими игроками других клубов. Ну да. Процент попадания в четвертой четвертью. Польши ноль. То, что забросили, забросили. Два очка с линии штрафного броска. Да, больше мы не видели здесь попадания с игры. Вроде время еще есть. 5 минут 19 секунд. Но. Как подняться сборной Польши? Сейчас должно все залетать. Дай бог, да, что все залетало. Все фалы пробиваются еще в остатке кольцов сборной Польши. Ривас. Радридис с мячом против Герд, чтобы делать. Да, отдал Газоли. Но там Слотер перехватил этот мяч. И чуть-чуть впереди оказался он. Газоли. 5 минут ровно до окончания четвертой четверти. Ну дай бог, чтобы не была последней. Хочется посмотреть этот мяч. И здесь. О, еще и поднял. Какой мяч подобрал здесь Филипп Рейс. Какой мяч подобрал? Что так? Не засчитывает? А почему? Интересно. Задел же кольцо, по-моему. А, нет. Нет, нет. Все правильно. Все правильно. Посмотрим. Не, не, не задел. Миша оказался... Да, прозвучала сирена раньше. Паника. Короткий фотофор у Клаверу. Опять штрафные. Ну да, пока с игры-то нет. 6-41 не может забить. За 5 минут забили только 2 очка. Первый точен. И второй точен. Минус 10 все равно Польша. Поляки стали тоже прессинговать. Слотар там скользнулся. Упала и чуть-чуть не перехватила. Достойно женский мяч, но отняли несколько секунд. Здесь Рибис чуть не потерял этот мяч рядом со своей скамеечкой. Родригис. Газон. Будет обыгрывать. Да. Хороший выход. Какой-то. 24-й очко. О, упал Газон. Это неплохой результат, потому что превышает свою. И показал у него средний. Лучше снайпер Евробаскета в любом случае. Но Горд промахивает снег. Промахиваться Польша нельзя. Ну, мы с тобой видим, что на протяжении 4-6 минут они не могут попасть с поля. Вот это самое. Это уже 7-й. Да. Ну, да. Не с лишним. Газоль. Ой-ой-ой. Все. Это 5-е. Это 5-е. Это 5-е. Это 5-е. В заключительной четверти. Да. Через колено. Это хорошее высказывание. Хорошая передача. 7-10. А здесь 0-7. Е-е-е-е-ет. Шестое попадание. Пау Горзорин хочет перекрыть показатели Марка Белинелли. 6 из 7. 30 очков. В этом матче все. Польша деморализована полностью. Горзорин, но опять с линии штрафных с поля никак не могут забить. И Дмитрий прав. Восемь с половиной минут с учетом прошлой четверти. А, в прошлой четверти восемь с половиной минут не могут забить с поля. Что такое защита, ну что такое класс все-таки сборная Испания. И вот центровой, который как на тренировке. У него и тот, который промахнулся, тоже мог влететь. Сразу до 18 очков выросла разница. И Польша потеряла все шансы на продолжение борьбы. Если еще мазать с линией штрафных, то я уже не вижу даже, как можно догнать. Блистательный Газоль. Как минимум третий матч подряд играет на самом высоком уровне. И вытаскивает для Испании счастливые билеты. Матч за матчем. Это не счастливые билеты, это трудовые. Поэтому я думаю, что здесь неправильно молодежь уже пошла. Только сейчас Арнанд Гомес вышел вместо Паугазоля. Ну он уже выходил на несколько секунд. Выходил на это поверье. Атака уйдет. И здесь уже Рибблз забивает еще. Увеличивая разрыв до 19 очков. И я думаю, что это уже проблема будет. Не поспоришься. Первая игра. Почему я позоверил? Я его точно видел, когда он говорил. Нет, нет. Я знаю, что вы правы. Дмитрий, если ты думаешь, что я не вижу, что происходит на площадке-то. А что же я тогда комментирую? Родригес с мячом отдает Риббусу. Риббус отдал. Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошая была передача. Вот здесь перехватил Риббус и посмотрим. Эрнан Гомес жестко останавливает Горта. Ну вот у Польши кончились аргументы против Испании. А у меня против Сергея Николаевича. А какие у вас аргументы против меня, Дмитрий? Не надо, у меня все ходы записаны. Я же нахожусь прямо на площадке. Это вы где-то за мной сидите, а я-то здесь. Какие ваши доказательства? Доказательств нет. У меня есть аргументы. Ну вот Эрнан Гомес тоже может набрать свои первые очки в этом матче. Да, две минуты он забивает. Пробыл на площадке сегодня до этого, а сейчас уже даже пользу принес. Нет, один штрафной попадает, но все равно в копилочку 8.62. Минута 45 до окончания игры, я уже могу это сказать. Скибневский, Роберт, разыгрывающий 32-х летний, между прочим. И потеряли мяч, я думаю, что будут выбрасывать все сборные Испании. Да, там уходят, да, уходят мяч, и... Нет, ошибся я в этой ситуации. Скибневский, завевает. Завевает, завевает. Скибневский до этого. Здесь ему 32 года. Здесь никто, Рибус, даже не Сан-Эмитерио. И в этой ситуации эта атака не доходит до... Вивеса была. И доходит до логического конца. Еще один запасной сборной в Польше. Гурчевский, Карл, теряет мяч сейчас. 55,8 секунды до окончания матча. 8,64. Очень был захватывающий матч на протяжении трех периодов. Ну, все-таки я склоняюсь к тому, что не только Паугазоль, а вот эти фолы того же Панитки раньше времени вывели его из активного баскетбола сегодня. А это игрок такой хорошей широкой ротации польской сборной. Лидер. И в этой ротации его как раз не хватило, когда нужно было не упускать. Четыре мяча подряд, да. В этой ситуации и клавер подбирает. Кармолский тормахнулся, да, последние секунды встречи. Ну, здесь я думаю, что... И ждите вторника теперь. Вот где уж Испания может не уйти, наконец, а справедливого возмездия за некоторую неподготовленность к этому чемпионату. Это поединок с Грецией. Да, это какая-то из великих команд лишится права на медали. Будет, конечно, кому-то обидно, но это мы увидим только во вторник. А пока фиксируем победу все-таки фаворитов. Польша держалась на протяжении, ну, почти 35 минут, наверное, в этом матче. Честно говоря, я вот от этого матча получил огромное удовольствие. Не держалась, а играла в баскетбол 35 минут. Да, она играла, вот, показывала душой и всем телом она была на баскетбольной площадке. Мы видели, как работал штаб тренерский. И поэтому я, честно говоря, благодарю вот эти команды за такую хорошую игру. Вот. И вам всего доброго. Франция, Турция меньше, чем через час. Заключительный матч 1-8 финала сегодняшнего дня. Смотрите обязательно на канале НТВ Клуб Баскетбол. А мы возвращаемся до завтра в первые два матча в Хорватии-Чехе. С нее начинаем. Хорошая будет игра, поэтому давайте посмотрим. А вам всего доброго, хорошего вечера. Долгозоль, ты велик. Ты велик. Долгозоль, ты велик.